Весна – это время обновлений, в том числе и хозяйственной инфраструктуры. Так, на Среднем Урале отремонтируют 188 километров дорог регионального значения в 2023 году. Об этом ранее сообщал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чигаев. В этом году финансирование пока примонтует текущему составит 5,7 миллиардов рублей. Это на миллиард больше, чем в 2022 году, когда на оба вида работ было предусмотрено 4,5 миллиарда рублей. Безопасные и качественные дороги – это приоритеты в развитии нашего города. Масштабный капитальный ремонт артерии Новоуральска, стартовавший в прошлом году, будет продолжен и в этом строительном сезоне. О планах знает мой коллега Виктор Малышев. Ему слово. Масштабный ремонт центральной улицы Новоуральска, улицы Ленина, стартовавшей в прошлом году, продолжится и в этом. Работы будут вестись, как и прежде, в комплексе. Это может вызвать некоторые затруднения, но без них выполнить работу качественно, к сожалению, не получится. В 2023 году работы по ремонту улицы Ленина будут продолжены на участке от улицы Кларыцеткин до улицы Свердлова. Также будут производиться раскопки и перекладка, и ремонт трубопроводов. Это теплосети и водопроводные сети. Поэтому дорога тоже будет перекрываться. Пересечек будет гораздо меньше, конечно же, чем на участке в 2022 году. Но, тем не менее, они будут. Подрядчик определен через аукционы. Подрядчик на сегодняшний день. Один подрядчик у нас уже определенный. Это ремонт тепловой сети в районе кинотеатра Неева, пересекающая. Это компания Ростех. Компания нам известная. То есть это улица Дзержинского. 2021 год. 2022 год это улица Льва Толстого. Подрядная организация выполняла капитальный ремонт тепловой сети. В этом году они зашли к нам на капитальный ремонт участка тепловой сети, пересекающего улицу Ленина в районе кинотеатра Неева. По второму объекту капитальный ремонт водопровода, проходящего, ну, также проходящего в районе, будем называть, МИФИ, Неева. Подрядная организация по аукциону определена. Сейчас идет процедура заключения контракта. На первоначальном этапе будет вестись замена сетей, проходящих под данным участком дороги. Технологии будут использоваться различные. В районе колодцев мы раскопаем, выполним этот рабочий котлован для того, чтобы установить туда разрушающую машину. И с другой стороны мы должны будем поставить, подать в эту машину трубу, то есть и изгиб трубы нам и даст вот размер этого котлована. Также размер котлована, то есть в этих котлованах в дальнейшем мы проведем, по опыту уже определено, с водоканалом это все согласовано, деньги заложены, обследование конструкции есть. Мы заменим все конструкции колодцев. То есть существующие колодцы мы демонтируем и взамен демонтированных частей будут установлены колодцы, которые соответствуют современным требованиям по удобству работы в этих колодцах и правилам расположения запорной арматуры. Еще один участок дороги, где будет производиться ремонт, это путепровод на выезде из города в сторону Верхневенского. Более подробно о том, как будет организован проезд, кто будет выполнять эти работы и с какими трудностями могут столкнуться горожане, мы расскажем в ближайшее время. Виктор Малышев, Иван Вахмяков. Объектив. Итоги. Иван Вахмяков. Иван Вахмяков. Иван Вахмяков.